Два года в полной нищете и забвении прожила инвалид из рабочего поселка Черлак. Некоторое время назад она взяла кредит на проведение газового отопления. Но этих денег оказалось недостаточно. Пенсионерки вызвались помочь представители местной администрации и ответственные за модернизацию теплоснабжения компании Юза. Однако через некоторое время все они о своем обещании забыли. О том, как больная женщина выживала на минимальную пенсию в холодной квартире, расскажем в нашем материале. Воздух горячий, дышу сюда. Вот только я так и лежу. Вторую зиму жительница Черлака Анна Гаврилова пытается согреть ледяную постель. Спать женщине приходится в верхней одежде. Но теплая шуба и старые золотанные сапожки спасают не всегда. В 30-градусные морозы лютой зимы 2021 года пенсионерке пришлось искать новые способы выжить. Я еще жить хочу, потому что у соседки там спание, а там тепло немножко идет. Вот так вот я ложусь, вот так вот. И вот так и сплю. Вот так я и сплю. Вот так вот. Можно так спать или нет? Это сейчас не война. Сейчас в наше время надо помогать друг другу. Любить друг другу. О том, что зимние ночи обернутся сплошным кошмаром, а спать придется в кладовке, женщина-инвалид не могла и подумать еще два года назад. Именно тогда администрация приняла решение газифицировать дома в этом районе Черлака. Для Анны Ивановны те дни стали началом череды крупных кредитов. В первую очередь пенсионерке приказали заменить газовую плиту. Они пришли и сказали, Анна Ивановна, вам эта плита не подходит. Покупайте или что делаете, или где-то купите новую плиту. Мне пришлось опять взять кредит. И я год выплачивала и купила, все-таки я себе газовую плиту. Я за ней как за маленьким ухаживаю, а как же. После выплаты этого кредита пришлось сразу взять новый, ведь газовое отопление, благосклонно утвержденное властями, проводили за счет самих селян. Займ пенсионерке дали, но только половину суммы. Выплаты погрузили больную женщину в беспросветную нищету. Они и еще квартплата скидают всю ее в мизерную пенсию. А у меня нечего есть, мне люди это понадавали, потому что Аня говорит, у тебя нечего кушать, вот возьми, вот жир дали, дали мне салаты, морозильник, пожалуйста. Он пустой. Мне люди помогают. А вот почему-то начальники, вот из Юзы, даже несочувствливые, непонимающие. Нельзя так поступать, нельзя. Ну, ладно, от богатых вы можете взять, деньги какие вы хотите взять. Ну, а с меня, что вы с меня-то требуете, что с меня-то можно взять. Газовый котел, который Анна Гаврилова купила вслед за плитой, подключать не стали. Причины назвали отсутствием пенсионерке денег. В какой-то момент местные власти и представители газовой компании Юза решили пойти ей навстречу. Тогда женщина-инвалид обратилась к депутату Сергею Вележанину. И коммунисту удалось договориться с чиновниками. Однако о замерзающей пенсионерке они быстро забыли. Я вчера буквально звонил в Юзу о том, что когда будет согласование, когда будет подпись Панченко на газификацию данной квартиры, на что мне было сказано, что вы договорились с одним учредителем, а нас пять. И когда будет красное знамя над вами, только тогда вы сможете подключить эту женщину к отоплению. Но я считаю, это просто издевательство. Юза почему-то как-то усмехается, они как-то не верят в Бога. А Бога надо верить. Мне больше не на кого. Я верующая, я православная. Хожу в храм, я молюсь. Столько лет я молюсь, чтобы Господь мне дал здоровье. Я молюсь не только за себя, я молюсь и за людей. Чтобы люди... А за Юза вы молитесь? А как же? Я за всех молюсь. Сейчас квартира тяжелобольной бронхиальной астмой пенсионерки больше похожа на старую веранду. Кредиты разорили женщину-инвалида настолько, что она не смогла вовремя отремонтировать окна. И в самые большие морозы створки всегда открыты. Трогать их Анна Ивановна просто боится. Ведь любое неосторожное движение и раму могут вывалиться наружу. Я три месяца, помыться не могу. Ладно, ну здесь холодно, здесь в хате. Не помойся. А бани нету. Нету бани. Хоть баню бы пошла. Погрелась хотя бы там. И то бани нету. Прошу. Вот. Откройте нам баню. А то вы сделали очковтирательство. Перед выборами открыли баню, люди чтобы помылись. А потом взяли ее и закрыли. Для чего? Ну вот спрашивайте, для чего вы так сделали? Раздражнилку сделали людям. На помощь пенсионерке в Черлак приехал коммунист Владимир Вениченко. Новость о визите народного избранника быстро разлетелась по всему рабочему поселку. Вмешательство депутата немедленно дало плоды. Почти сразу с обещаниями решить вопрос позвонил глава района Виктор Горелов. Завтра, послезавтра ее подключат. Я разговаривал с ними. Да, я уже разговаривал даже с Миллером. Это который Омск, этот облгаз. Попроси. Ага, он мне сказал, где-то выходных мы ее подключим. Обнадеживающее известие, что на этих выходных обещают Анне Ивановне наконец-таки подать газ. Но надеемся, что Виктор Ильич на этот раз не обманет. И надеемся, что проблема хоть одна будет решена. Здесь в этом доме еще одна женщина проживает в бедственном положении, у нее электрокотел и так далее. Теперь она будет и ей помочь. Но хоть мы рады тем, что уже счастливы, хоть какая-то проблема уже решена, Анна Ивановна. Вы надеемся, что почти решена. Если понедельник обманут они опять, мы опять приедем, Анна Ивановна. Второй раз выезжать в Черлак депутату-коммунисту не пришлось. На днях Анна Гаврилова сообщила о том, что отопление ей все-таки дали. Но квартира женщины все еще продувается всеми ветрами. Заменить старые окна пенсионерка инварит сможет лишь после погашения большого кредита. Этой холодной весной поменять старенькую шобу и подклеенные дырявые сапоги на домашний халат женщине не придется.